о дела плохи всем хай с вами юджина и сегодня мы с вами продолжаем играть в resident evil 3 ремейк сегодня мы с вами будем играть за карлоса и мы бегаем по полицейскому участку кто бы мог подумать интересно это происходит до того как ли да это конечно же до того как ли он пришел потому что тот полицейский черный парень которого укусили забежал сюда и мы еще потом во второй части его встретим так что да так что да так что да погодите а почему здесь лежит пропуск мог быть а это по господи почему здесь лежит он даже у меня он лежит простите все наша задача пойти в офис stars пройти а здесь чё есть чё нет но травка есть это замечательно погодите это загадка еще не для вас она вот закрыта интересно так возможно ли нам да хорошо эта карточка нам вообще много чего клёвого обеспечить штурмовая винтовка протокол безопасности 1 карт 16 сентября 98 года каждому сотруднику полиции выдается айди карта с этого момента такая карта будет требоваться для доступа ко всем сейфовым ячейкам не допускайте попадание карты чужие руки используйте ее с осторожностью в случае утери карты немедленно об этом сообщайте отдела административно-хозяйственного rpd а это что лежит такой это патроны да это патроны но нужно будет с той стороны зайти давайте посмотрим чтобы попасть в офис stars мы должны выйти смотрите во второй этаж вот лестница да нам нужно второй этаж короче мы просто здесь должны пройти дела плохи лизун это еще что за чертовщина нет я буду пистолетиком а круто мы видим как эти чуваки сдохли точно не зомби ведь он еще дергается бедняга а сюда мы тоже не зайдем решила не задерживаться так поехали можно его ой да блин я хочу чтобы он упал вот так так ножка дергается смешно ладно это просто тоже траты патронов получается все 80 а ладно ладно а блин еще ждал слушай но смысл мне вот жать постоянно кнопку мыши если они все равно меня жрут какой толк ладно будем стрелять что здесь есть опа что это такое что это такое почему световая граната вот теперь я смог взять наконец таки да мы сможем ослепить лизуна куда можем отсюда выйти только сюда ты как слышишь тут какая-то жуткая хрень не знаю что это жуткая хрень ладно посмотрю камеры смотри в оба кэп от замка пароль кэп хорошо патрончики как-то у меня внимание смотрим отсюда и прямо хорошо уй как много очень так много давай это же винтовка вот ой ой просто расстрел да чтоб тебе а теперь вот так да можно же еще и так делать точно ой я хочу туда это важно лежать так я чуть-чуть что сказал ты прям как дракула какой-то да 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 нормально заперто хорошо там ништячки ладно 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 все нормально все нормально немножко пару царапин всего лишь так там по моему сейф к будет да 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 я помню еще и в прошлый раз у меня были проблемы большие с этим участком чё здесь чё здесь чё здесь чё здесь чё здесь если бы эти твари дохли от вспышек тут есть конь бонус нет рина бы там ничего нету опа ящичек да 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 объединить еще пока нормально со здоровьем крепкий чувак служебная записка 22 сентября записка о перемещении офисных принадлежностей термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел перемещен из офиса старос второй этаж в западный офис первый этаж комбинация девять пятнадцать семь девять пятнадцать семь измените ее сразу после получения записки хорошо девять пятнадцать семь в западном офисе а где западный а он здесь пойдемте сходим девять пятнадцать семь так выстрел выстрел и проходим а нифига себе да блин достали достали давайте уже сожрем где где сейф а он там значит карту да не зря сюда пошел мы еще сейчас дверь с той стороны откроем сразу в холл так для штурмовой винтовки прицел кайф и так влево ой господи это нажал стоп еще раз девять пятнадцать пятнадцать семь та набедренная сумка ты почему ты почему встаешь так почему ты встаешь блин какие они крутые здесь конечно показания подозреваемого окей имя родни грей род занятий безработный бывший электрик подозревается в незаконном изготовлении или хранении взрывчатых веществ детали инцидента девято восьмой год восемнадцатый сентября подозреваемый ввел подозрительную деятельность по адресу бокс стрит четырнадцать сорок два при обыске в его внутреннем кармане обнаружено взрывчатое вещество и детонатор что повлекло за собой арест по вышеуказанным обвинениям при обыске дома подозреваемого обнаружено еще двадцать самодельных гранат разной степени завершенности подозреваемый был крайне возбужден и немысл здраво в начале допроса он произнес лихорадочную речь и в какой-то момент допрос пришлось приостановить из-за внезапного приступа крика у подозреваемого когда допрос продолжился подозреваемый произнес следующее заявление я не для себя это сделал а для вас почему никто никак не поймет трупы нападают из теней надвигается буря но под городской крышей не укрыться надо взорвать ее иначе она не просто промокнет надо больше бомб они придут скоро надо торопиться жгите жгите трупы жгите дотла в ходе допроса я бы испугался слушая такое в ходе допроса подозреваемым начало яростно трясти после чего случился еще один приступ крика допрос был прекращен а подозреваемому дано успокоительное применение в связи с нестабильным психическим состоянием подозреваемые его показания постоянно менялись этот делириум исключил возможность любого диалога в данный момент мы ожидаем заключения врача по поводу его состояния взрывчатые вещества изъятые при обыске ага находятся оказались крайне мощными при описи вещественных доказательств в качестве меры предосторожности из одного детонатора была извлечена батарейки батарейку поместили в хранилище окей нас ждет путь в хранилище потом как-нибудь как-нибудь а вот и оно а вот и оно да господи да господи слушайте ты достали меня достали еще и встают ах ах кошмар смотрите как раскоцали меня уже отсюда и не пройти даже о май гад максимальный ущерб а что здесь ничего докатились докатились в копов стреляем давайте сохранимся так и бежал не с той стороны зачем я это сделал самый длинный путь выбрал мне спрей надо надо спрей или травку почему нельзя папоротник этот сорвать давайте пока постреляем пульками карлос офис stars впереди понял интересно ты меня видишь в камеру наверняка ты смотришь сейчас на меня небось угораешь надо мной как вы да ой женек ты плохо играешь ты такой невнимательный да сами поиграйте вот черт баррикад баррикада ну что за фигня ну мы сейчас обойдем мы уже помним тут через душевой есть дырочка это что такое записка другу встретимся в душевой если ты это читаешь гектор а значит меня уже нет в живых если услышишь любые звуки из шкафчика не открывай его пожалуйста пока ты патрулировал я подумал как нам выбраться на ту сторону и понял что лучший вариант пробить проход взрывчаткой мне удалось собрать неплохую бомбу но у нас нет батареек для детонатора а ведь они тут точно где-то лежали но я их видимо отнеси в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки если мы хотим пробить стену без батареек не обойтись так что я пошел наверх за тобой раз у тебя был ключ от комнаты хранения сразу на выходе из душевой на меня напали один из них сумел укусить я как смог промыл рану но чувствую себя все хуже хуже надеюсь тебе не надо разъяснять почему нельзя открывать шкафчик а за меня не волнуйся просто выбирайся отсюда как можно быстрее твой друг уэс не переживай насчет тех 600 баксов что я тебе одолжил считай это подарком на переезд удачи приятель ай блин вот такие вот маленькие вещи типа 600 долларов там в долг и так далее вот они как раз таки делают персонажа живым вот из я вот сразу переживаю мне сразу что-то даже аж слезы немножко так подступили вот такая дружба прям о такой дружбе можно только мечтать а кэп давить кэп световая граната да лучше не надо мы потом его леон потом его найдет что у нас есть что у нас есть мы кстати так и а все мы открыли да мы все открыли нам же надо ключ гранату он там наверху ой ключ гранату ключ карту от комнаты хранения найти вот и на самое устройство ладно похоже придется сделать бабах давайте оставим здесь смысл его брать с собой только место занимать окей 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 дадут нам все таки побегать как следует по этому участку черт бы его побрал поднимется что это ключ протертый ключ давайте изучим его его тоже можно объединить откат ага окей сейчас мы здесь тоже какой-то ключ нужен я не знаю какой код давайте на всякий случай а вдруг все вниз лайк сейф ой ой я ненавижу ладно, живи ну если то можно назвать жизнью я ж не ой ой Ой, все-таки я тебя достану. Боже мой. О, 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 скорей, скорей. Ааа. Ай, 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 ай. Что я сделал? Как я так? Фига я сделал. О, это от страха, ребят. А когда я очень напуган, во мне суперсила просыпается. Ага, DCM. Ясно. О, блин. Ага. Погодите, какие мы можем открыть? 102-й, можем открыть? 102-й, короче, давайте откроем. 104-й. Батарейка, прекрасно. Далее 105-й. Ой. 105-й. Хм, 106-й. Не буду бегать смотреть какие-то номера, сейчас просто все быстренько переберу. Так. 107-й. 108-й. Ой, здесь 10-й просто. 109-й. Ну вот и хорошо. Опа-на. Так, собственно, теперь этот ключ мне больше не нужен, можно его выбросить. Хорошо. Да, батареечка. Патронщики. Открывайся. Граната. Ох, травушка, травушка. Ох, неприятно. Это прям за стеной находится. А, боже мой, нет. А, боже мой, нет. Все. Я понял. Я думал, это кто-то там за стеной так крадется. Блин, страшно. Что ж, друзья, нас ждет очень неприятная пробежка. Мы можем сейчас добежатся. Мы можем сейчас добежать в фотолабораторию. Сохраниться. Гоу. Нет. Стоп. 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 Использовать. А, все, закрыто. Все, я в домике. Ага. Нормально. Окей. Окей, теперь на второй этаж. Да, бежали. Бежали. Скорей. Я забыл. Файл. Вот, да. DCM. Да, бежали. DCM. 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 То есть чел сейчас тоже встанет, да? А. Он уже встал. Окей, D, C. О, мне нравится слишком много звуков, че-то. Патроны. Хорошо. Так, все нормально. Господи. Карлс, у меня тут затык с терминалом. Направлять к тебе. Понял. Там осторожней. Предупреди, что ли, друга своего... Ну, ладно. А, давайте, значит, объединить. Подтвердить. Почему надо было подальше отойти? Очень рисково. Вот откуда эта дырка появилась. Это мы сделали. Воу! Блин, круто. Как больно. Нет, 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 нет. Слишком много. Вас слишком много. Блин. Это невыносимо. Проходим по одному. Стоп. Двы-две кидал. Это с перепугу, друзья. С перепугу. О, спрей. Господи. О, как... Так, как я это... Давайте запинаем, гада. Куда? Карта. Офис Старс. По прямой. Ой. Прям ножом. Нифига я крутой. Открой! Не торопись. Конечно же, не торопись. Заходи медленно. Хорошо. Доктор Барт. Доктор Барт. О, слава богу. Знаете, сколько я пытался с кем-нибудь связаться? Не волнуйтесь, мы вас вытащим. Просто скажите, где вы. Я застрял в чертовой больнице. Отродье окружает со всех сторон. Слушайте, просто пришлите Старс. Они поймут, что надо делать. Не, не пойдет. Полицейский участок тоже эти твари заполонили. Тогда придумайте что-нибудь. Амбрелла рехнулась. Они убивают всех исследователей. Только я знаю, как изготовить вакцину, которая остановит зомби. Так что можете сидеть там и дрочить. Либо отправить... Отправить сюда кого-нибудь, кто меня вытащит. Он мне уже нравился. Нравится. Ну еще бы. Ты слышал, что он сказал? Мы не можем сдать его компанию. Это решать нам, а Михаилу. Попробую на компьютере определить местоположение доктора. На это потребуется время. Поищи вокруг, может найдешь что-нибудь полезное. Короче, этот чувак просто приходит, чтобы встать возле компа. Небось контру сейчас включит. Так, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Отчет об инциденте в особняке. Этот странный инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Арклей и предлежащем Амбрелла Корпорейшн. 23 июля отряд Старс Браво был отправлен в горы Арклей для расследования серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ним прервалась. 24 июля туда же направился отряд Альфа, и его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен. Есть немало погибших. Единственными выжившими оказались пятеро членов Старс. Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия в секретной лаборатории Амбрелла под особняком. Использованный в ходе опыта в Ти-вирус вырвался на поверхность и считается главной причиной последующих событий. Однако, все доказательства были уничтожены вместе с особняком, поэтому дальнейшее расследование столкнулось со значительными трудностями. Так, ты что у нас такое? Это Джилл в первом ряду? Так, что у нас здесь еще есть? Световая граната. Фух. Что это? Еще патрончики. Замечательно. Сколько у нас их уже достаточно? Чтобы палить просто без раздумий. Доберитесь до больницы. Это наша следующая миссия. А как быть здесь? Лечебный спрей! Здесь негде сохраниться. Я, по крайней мере, не вижу печатную машинку. Но здесь есть наш сейф. Давайте объединим. А вот это... Хранить. И вот это тоже хранить. Остальное можно оставить. Окей. Собственно, теперь мы можем... Мы там забыли, да, предметы. Ну ладно. Здесь наш тупик получается. А какого фига? Открывай, ну. Да, как дела? Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Джилл? О, черт. Погоди, что? Джилл! Джилл, что случилось? Джилл, отвечай! Тим, мне нужно идти. Делай, что нужно. Я позабочусь о Барде. А как же приказ? Ну ладно. За несколько минут до этого. Тоннель метро. Найдите путь на поверхность. Я иду. Иду поверхность. Неужели только мне удалось выжить? Нет, там еще этот злодей. Так обидно. Спасать столько людей, и все просто напрасно. Нет, опять канализация. Сколько можно? Карлос, отвечай, Карлос. Карлос? Черт, кажется, я вне зоны действия. Окей. Да, целая куча всего. И некуда положить, да? Нет места. Сейчас. Сейчас все сделаем. Погодите, синий камень, красный камень можно выбросить? Я их нигде не использовал, да? Ну ладно. Ну простите. Хорошо. Хранить. Хранить. Что еще, что еще? А, новое вооружение. Хорошая новость. У меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас снова почувствовать себя мужиками. Это артиллерийские мины. Этих хороших придумал отдел военных разработок Амбрелла, и они зажигают похлеще подружек на школьной дискотеке. Добыть их нелегко, надеюсь, управиться непросто. Но они того стоят, уж поверьте. Ладно, заглянем в сводку. Артиллерийские мины совместимы со стандартными гранатометами. Но не надейтесь сунуть их куда-то еще. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Датчик мины засекает приближение врага и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и... Вот вам натуральная мина. Когда дерешься со здоровыми уродами, нечестных приемов не бывает. Так что все средства хороши. Да, да, да. Да, 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 да. Это мы спрей... Это мы оставим, а вот спрей тоже сложим. В целом, вот смотрите, интересная вещь. Я экономлю, да, я стараюсь пистолетиком стрелять, как правило. И не трачу много разного оружия. Не применяю просто. И все равно прохожу игру. Что... Какой вывод можно сделать из этого? Как вы думаете? Игра не представляет настоящего челленджа. То есть она не заставляет тебя использовать то или иное оружие. Ты можешь его использовать, но не обязательно. Потому что ты и так можешь пройти. Значит, игры надо делать немного иначе. Допустим, вспоминаем нашу старую добрую Don't Starve. Там ты обязан. Искать новые вещи. Ты обязан применять новые предметы. Ты обязан добывать их и применять. Потому что игра постоянно тебя вынуждает это делать. И там вот полноценный получается геймплей. А здесь ты просто можешь, типа, сейчас так, как Рэмбо. Значит, сейчас я этим постреляю, сейчас тем постреляю. Неуязвимо немного. В принципе, от этого я, естественно, бы применил чертовую гранату, если бы нужно было. Вот, допустим, с Немезисом мы сражались на крыше. И там, ну да, ты понимаешь, что нужно. И там игра применила крутую вещь. Типа, он раз такой, отошел. Значит, надо что-то другое придумать. То есть постоянная, постоянная вот эта вот игра с механиками, перетасовывание различных предметов. Это круто. Но этого мало. Могло бы быть и больше. Могло быть, потом будет, кто знает. Итак. Я думаю, в целом, у нас начинается новый чептер. Мы играем снова за Джилл. Будем снова бегать по канализациям, судя по всему. Да, судя по всему. И это мы отнесем на следующий эпизод. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если, конечно же, понравилось, то поставьте лайк. Если не понравилось, то поставьте дизлайк. И пишите комментарии. Мне очень нравится читать ваши комментарии. И кто-то там надо думать, что я никогда не читаю комментарии. Это не так. Вы можете это видеть. Я даже стараюсь иногда, просто если не отвечаю, я просто делаю отметочки, что вот я прочитал. Вот этот комментарий прикольный, вот этот прикольный, вот этот прикольный. И да, поэтому знайте, что я всегда с вами на связи, друзья. Со своими любимыми в доску своими. И если вы еще не стали в доску своим, то для этого нужно всего лишь подписаться на канал и поставить колокольчик. Вижу, что вы это сделали. Ну, спасибо большое. С вами был Юджин. И всем пять!